На видео 4 точных прилетов ФАПСУ МПК по позициям ВСУ в Харьковской области. В эти дни ожесточенные бои идут в Волчанский. Киев отправил новые резервы в населенный пункт, чтобы сдержать наступление армии России. Между тем, Ивановка и Нитайлова уже под контролем российских войск. Кадры с тактическим отступлением украинских захистников публикуют Мэш. О том, что ФАБы вовсю применяются по Харькову и области, не секрет, как и то, что ВСУ используют тактику живого щита. Устроили военный склад и командный пункт в торговом центре. Ну и как итог, туда прилетела авиабомба. Момент ракетного удара автоцепи центр попал на видео. А это кадры уже последствий попадания ФАБа. Вы смотрите ЛЕНТВ 24. Я Гульна Рахабирова. Продолжу тему. Киевский режим часто использует торговые центры для укрытия своей техники. Вот ранее ТЦ «Планета Мол» в Шевченковском районе Харькова. Ударом высокоточного вооружения были уничтожены установки БМП-27 «Ураган». Украинские военные использовали их вместе с РСЗО «Вампир» для обстрела Белгородской области. Как можно заметить, на карте БМ-27 «Ураганы» и склады БК были расположены как раз напротив жилых домов. На ситуацию в Харьковской области обратили внимание в НАТО. Генсек Альянса Столтенберг заявил, что настал момент для того, чтобы использовать западные вооружения по целям на территориях России. То есть призвал киевский режим бить по российским городам. При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует полномасштабного конфликта между Россией и Альянсом. И планов отправлять войска на Украину якобы нет. Между тем Зеленский прибыл в Испанию. Глава киевского режима и премьер-министр страны Санчес подписали двустороннее соглашение о безопасности. Испания предоставит Украине оружие на 1 миллиард евро уже в этом году. А ВСУ свои ряды начали пополнять с заключенными. Боевик нацбата Волкидовенща Савченко показал фото вербовки заключенных в украинских тюрмах. Ну а как будут развиваться события дальше, обязательно расскажем в следующих выпусках. Рекомендую подписаться на наш канал.